Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самаре началась рассылка уведомлений об оплате имущественных налогов. Как внести средства через личный кабинет Федеральной налоговой службы или госуслуги? Он объединил сценаристов из России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Сербии и Франции. В Самаре открылся 16-й международный кинофестиваль «Соль земли». В правительстве Самарской области оценили исполнение нацпроектов в образовании и медицине. Их реализация находится на контроле губернатора Дмитрия Азарова. Минобор совместно с Министерствами строительства и культуры работает над шестью региональными проектами. Современная школа, успех каждого ребенка, цифровая образовательная среда, социальная активность, молодежь России, патриотическое воспитание граждан. Большая работа проводится в сфере капитального ремонта образовательных учреждений, вводятся в систему и новые объекты. В этом году в регионе введут в строй в общей сложности четыре школы. Две из них уже эксплуатируют с 1 сентября. Еще две должны быть сданы до конца года. Кроме того, в Самаре появится новый детский сад. В 47 образовательных учреждениях области заработали точки роста, задача которых – привлечение детей к программированию, освоению новых современных технологий. В 40 образовательных учреждениях в этом году переоснастят компьютерные классы в рамках проекта «Цифровая образовательная среда». Что касается сферы здравоохранения, за 8 месяцев текущего года показатель общей смертности населения снизился до 13,4%, что эквивалентно показателю допандемийного 2019 года. В соответствии с графиком реализуют региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения». Над некоторыми программами работают с опережением. Так, обновлен автотранспорт в учреждениях первичного звена. Приобрели 131 машину для службы неотложной медицинской помощи. Условия получения льготной ипотеки могут ужесточить. Ее запретят брать без регистрации в регионе, где планируется покупка жилья. Такую меру разработала и направила в Минстрой группа депутатов Госдумы. Сейчас многие заемщики используют субсидируемые программы для приобретения жилья в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, хотя сами там не проживают, отмечают авторы инициативы. Таких покупателей 30%. Квартиры они приобретают с инвестиционной целью, что увеличивает спрос и цены, говорят эксперты. Но не все специалисты согласны, что подобное ограничение необходимо, так как оно, среди прочего, может негативно сказаться на внутренней миграции. Федеральная антимонопольная служба России обязала «Большую четверку» отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточнили, что от россиян поступает множество жалоб на мобильных операторов. В ходе проверки специалисты установили, что «Большая четверка» предлагает абонентам невыгодные условия, взимает плату за раздачу интернета с устройств пользователей. В августе 2023 года Федеральная антимонопольная служба направила операторам запросы с целью установить все обстоятельства и детали. При этом достаточного экономического, технологического, либо иного обоснования компании не предоставили, отметили в ведомстве. В итоге в действиях сотовых операторов установили признаки нарушения закона о защите конкуренции. Было выдано предупреждение. Операторы должны будут в течение месяца отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. В противном случае профильное ведомство может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства. В России растут цены на бензин и дизельное топливо. На этом фоне правительства и нефтяные компании обсуждают меры стабилизации ситуации на рынке. Одна из них – пресечение серого экспорта топлива из России, сообщила одно из информационных агентств со ссылкой на замминистра финансов страны Алексея Сазанова. Напомню, на прошлой неделе президент Владимир Путин, комментируя высокие цены на горючее, отметил, что топливный демпфер ополовинили. И он стал не так эффективно работать, как работал до этого. Минфин и Минэнерго предложили ввести заградительную пошлину на экспорт из России нефтепродуктов в размере 250 долларов. Но готовы возместить эти средства тем компаниям, которые обеспечат необходимые поставки на внутренний рынок и на биржу. Кроме того, обсуждалось введение запрета на экспорт нефтепродуктов, но это предложение было отвергнуто нефтяниками. Пошлину в размере 250 долларов предложили ввести как для светлых, так и для темных нефтепродуктов. Если компания выполнит квоты Минэнерго по поставкам этого товара на внутренний рынок и на биржу, то оплаченная пошлина вернется в виде обратного акциза на нефть. Задание на внимательность, ловкость и координацию движений. На базе оздоровительно-образовательного центра «Золотая рыбка» провели подвижный урок по безопасности дорожного движения. Учащимся 124-й Самарской школы продемонстрировали возможности выездной лаборатории ПДД. Оборудование комплекса позволяет моделировать дорожные ситуации и обучает правилам безопасного поведения на дороге. Организатором открытого урока для школьников стал Центр дополнительного образования «Искра». Кого дети назвали Германом и на какой из предложенных ребятам станции было интереснее всего, узнала Ольга Павлова. Если бы Герман умел говорить, то обязательно рассказал бы ребятам о правилах оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожных авариях. Но поскольку он тренировочный манекен, приходится работать в паре с инструктором Дмитрием Черемшанцевым. Пока на одной из станций школьникам объясняют, как привести в чувство пострадавшего, восстановить ему дыхание и кровообращение, но другой ученики выстраиваются в очередь, чтобы посидеть в патрульной машине и оценить возможности рации. Светлана Плотникова в патрульной машине сотрудников ГАИ впервые. Это специальное громоговорящее устройство. При помощи нее мы останавливаем правонарушителей, включаем проблесковый мячок. Ученицам второго класса интересно все. Начиная с мигалки, рации, сирены и проверки документов у нарушителей ПДД до плана перехват. Правила дорожного движения школьница старается соблюдать. Если это вы пешеход, то надо обязательно выйти, посмотреть сначала на плаво, а потом уже на лево, потому что в России плаво-стороннее движение. Подвижный урок по безопасности дорожного движения прошел на базе оздоровительно-образовательного центра «Золотая рыбка». В нем приняли участие ребята из 124-й самарской школы, которые приехали в лагерь на короткую пятидневную смену вместе со своими педагогами. Правила дорожного движения, считают школьники, должны знать все. Чтобы не травмироваться, не попасть в аварию, чтобы тебя не сбило машина, чтобы не было больно, чтобы ты ничего не переломал. Учащимся продемонстрировали возможности выездной лаборатории ПДД, представив четыре станции. Оборудование комплекса позволяет моделировать дорожные ситуации и обучает правилам безопасного поведения на дороге. Организатором открытого урока для школьников стал Центр дополнительного образования «Искра». Детям очень нравится, у нас интересные станции, дети катаются на веломобилях, изучают дорожную карту. Мы в это лето ездили по всем лагерям, которые относятся к департаменту образования, и на следующий год, конечно, обязательно. Школьников познакомили с оборудованием и техническими новинками, продемонстрировав возможности лаборатории ПДД, среди которых веломобили, модели светофоров, наборы различных плакатов, настольные игры, манекен «Первая помощь» и многое другое. Такие выездные занятия, они оставляют значимый след, и мы считаем, что определенные навыки получаются и в дальнейшем они будут их использовать для своей же безопасности. В рамках занятия педагоги с ребятами закрепили правила дорожного движения, где каждый участник смог примерить на себя роль пешехода, водителя и пассажира в безопасных условиях. Помимо этого, со школьниками повторили значение дорожных знаков, рассмотрели, для чего необходимо носить светоотражающие элементы и средства индивидуальной защиты при управлении велосипедом. Ольга Павловна, Петр Паломеев, События. Полиция Самары поймала фальшивомонетчиков, которые сбывали банкноты номиналом 200 и 5000 рублей. Уголовные ответственности за сбыт, хранение и перевозку поддельных денежных знаков и ценных бумаг могут привлечь не только злоумышленников, но и лиц, ставших обладателями подделок и использующих их как подлинник. Об этом сообщают в Главном управлении МВД по Самарской области. Санкции статьи 186 Уголовного кодекса предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Министерство здравоохранения России поручило регионам готовиться к введению масочного режима в больницах. Решением оперативного штаба Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями. Медицинские учреждения в ближайшее время должны сформировать необходимый запас лекарств. Также в поликлиниках необходимо выстроить маршрутизацию пациентов, сделать отдельные входы для больных с температурой. Нужно усилить участковую и инфекционную службы. По данным Министерства здравоохранения, в России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Это связано с возвращением людей из отпусков, а началом занятий в школах. Хотя в целом эпид-обстановка стабильная, инфекционисты ожидают сильное увеличение количества вирусных инфекций в конце октября. Решения о введении масочного режима в медучреждениях для персонала примут, исходя из эпид-ситуации в конкретных регионах. На этой неделе началась рассылка уведомлений об уплате имущественных налогов. Средства можно внести на портале Федеральной налоговой службы и в мобильном приложении. Гражданам, не зарегистрированным на электронных ресурсах, уведомление придет по почте. С 1 июля этого года доступен новый способ получения уведомлений через портал Госуслуг. О нюансах работы с личным кабинетом Федеральной налоговой службы, особенностях внесения средств через Госуслуги, жители Самарской области и сотрудники профильных служб информируют на выездных консультациях. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Чтобы оплатить имущественные налоги, Татьяна Кудряшова, юрист-консульт Самарского метрополитена, обычно пользуется личным кабинетом на сайте ФНС. Процесс недолгий. Можно оплатить с помощью QR-кода или в мобильном приложении банка. О том, что теперь все налоговые уведомления приходят, в том числе в личный кабинет на портале Госуслуг, узнала сегодня во время встречи с сотрудниками налоговой службы. Это новые сотрудники, как бы некоторые не в курсе, считаю, что да, необходимо, чтобы информировали, чтобы доносили информацию как для населения, так и для работников разных предприятий. Для меня была полезна встреча, то, что как бы я сумела задать интересующие вопросы, конкретно меня, и в том числе как бы разъяснили порядок уплаты налогов. Сотрудники налоговой службы приезжают на предприятие Самарский метрополитен не в первый раз. Эксперты ответили на накопившиеся вопросы в сфере налогообложения, дали практические советы и рекомендации, как пользоваться личным кабинетом, заполнять декларацию, оформлять налоговые вычеты и пользоваться порталом Госуслуг для оплаты налогов. Мы с налоговой службы, будем говорить, уже сотрудничаем длительный промежуток времени. Бывает, когда приходят сотрудники, общаются с работниками нашими, доводят, разъясняют всю информацию. И другой момент, на станции Самарского метрополитена, в вагонах метрополитена, у нас озвучивается информация как по грамотному говорящему оповещению, так и информация расклеена в вагонах метрополитена. Мобильный налоговый офис работает на территории всей Самарской области. Выездные консультации на предприятия региона проводятся на регулярной основе. Сотрудники ФНС готовы дать разъяснения по всем интересующим вопросам в сфере налогообложения. Тематика возможна и налоговые вычеты, например, и подключение к личному кабинету на сайте ФНС. То есть и категории налогоплательщиков могут быть разные. Физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели. Сотрудники налоговой службы напоминают. Рассылка налоговых уведомлений в личные кабинеты на порталах ФНС России и Госуслуг уже началась. Срок уплаты имущественного налога – 1 декабря. Ксения Баканова, Галина Топилина, Николай Епифанов. События. Добро пожаловать в Самару. Как живут? Отмечают праздники Мар-2 и передают потомкам культуру и традиции. В аутентичном подворье побывала Елена Чернявская и готова поделиться подробностями. Деревянные срубы, каменные дома, красочные юрты. Каких только домов не увидишь в этнографическом комплексе «Парк дружбы народов». По праздникам здесь многолюдно и весело. Сегодня мы прогуляемся по мордовскому подворью и узнаем о быте этого народа. Дом на мордовском подворье возведен из сосны. Он сделан по традициям двух субэтносов, которые составляют мордовский народ – Эрзя и Мокша. Мордовский дом – в чем его тайны, в чем его традиции? Во-первых, вы видите, здесь масса костюмов, настоящих национальных костюмов конца XIX века. Это является одной из уникальных таких изюминок нашего дома. Посмотрим на окна нашего дома. Здесь символы мордовского народа, как и всех финно-угорских народов. Прежде всего, это медведь. Медведь может быть разным. Он может быть разъяренным, если он голодный. Или он может быть задумчивым, если он сидит сытый, наелся и насобирал грибов. Бревна пропитаны запахом своих родственников. Поэтому отношения между братьями, сестрами, родителями были очень близкими. Они вдыхали общий воздух, они слышали постоянно родную речь. И могли жить в таком доме 15 человек, 12. То есть здесь сверху еще располагались палати, на которых спала молодежь. На кровати спали муж с женой. На печи, конечно же, старики и маленькие дети. И это был такой общий мир, в котором был порядок. Традиции, национальный колорит и информационно-смысловые коды народа здесь прочитываются в каждой детали. Мордовское подворье – это деревянная изба с воротами и баня по-черному. О сердце каждой деревни – кузница, рассказывает Любовь Колесникова, дед которой был кузнечных дел мастером. До революции он владел своей кузницей в старинном эрзианском селе Красные Ключи Похвестневского района. Внутреннее убранство дома Мордовского подворья удивляет ручными украшениями и посудой. Вообще печь была основополагающей и в эрзианском, и в Макшанском доме. Когда брали сноху, она приходила к печи и говорила, печь, прими меня к себе, я буду здесь жить. И свекровь ее говорила, да, я ее тоже принимаю. Только после такого обряда она была настоящей, становилась снохой. Что же делали в печи? Кроме того, что знают все, да, кроме того, что готовили еду, еще и лечили. Ну, один из способов лечения, когда маленького ребенка, например, покрывали тестом и на лопатке, помните, как рассказ про бабу Ягу, да, его засовывали вглубь, чтобы он прогрелся. Затем вы видите вот такие интересные приспособления. Кстати, те, кто приходят на экскурсии, часто гадают, что же это такое. Ну, это такой современный миксер, сделанный из елок. Мордовская национально-культурная автономия в Самарской области ведет большую работу по сохранению традиций, культуры, развитию народного творчества. Самарцы всех национальностей, а Самара многонациональный город. Более 150 национальностей. И эта культура очень интересна тем, что сохраняет то коренное. Здесь оно осталось, причудливо преобразилось и сохранилось до настоящих дней. В Самарской области и в России в целом уделяется большое внимание сохранению и развитию культуры финно-угорских народов. Проходят многочисленные праздники. В августе в Саранске состоялся второй Всероссийский форум финно-угорских народов. В октябре в Сызрани пройдет День финно-угорских народов. В праздновании примут участие представители национально-культурных центров Самары. Елена Чернявская, Игорь Казановский. События. Камера, мотор, снято. В Самаре открылся 16-й международный кинофестиваль «Соль земли». В этом году он объединил сценаристов, операторов и режиссеров из России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Сербии, Франции и других стран. Традиционно зрителей ждет не только показ новых фильмов, но и встречи с именитыми актерами. Ксения Баканова продолжит. Фильм о красоте и невероятной силе людей, о сохранении памяти и культуре, о малоизвестных страницах истории, о лучшем, что есть в человеке. В Самаре открылся 16-й международный кинофестиваль «Соль земли». Традиционно в нем принимают участие известные сценаристы, операторы и режиссеры. И, конечно, фестиваль «Соль земли» – это фестиваль, который позволяет не только посмотреть новые фильмы, открыть каких-то новых режиссеров, которые работают на уровне Российской Федерации, наших стран ближайших, стран СНГ, но и, конечно, в первую очередь, это общение с зрителем, который приходит на эти фильмы. В этом году в отборочную комиссию поступило более 500 работ. Все они прошли тщательный отбор. В конкурсную программу вошли 70 самых ярких документальных картин. Самый главный критерий – это где кино. Вот понимаете, вот если вы увидите там, будете смотреть программу на хорошем экране, с хорошим звуком, если вот что-то прибежит вот так, понимаете, я могу честно сказать, у меня пробежало. Бесплатные кинопоказы пройдут на площадке кинотеатра «Художественный», в Доме культуры «Победа» и кинотеатре под открытым небом «Филин». Следить за событиями можно, не выходя из дома, на официальном сайте фестиваля в режиме онлайн. Это сделано для того, кто-то далеко живет, кто-то в разных странах живет. Приехать не у всех есть возможность на нашу самарскую землю, поэтому открыли такой кинотеатр, получили добро от всех авторов, и люди могут наслаждаться прекрасными картинами. Традиционно фестиваль «Соль земли» не обходится без участия особых гостей, среди которых актер театра и кино Егор Бероев. Звезда сериалов говорит, каждый фильм способен чему-то научить и заставить посмотреть на привычные вещи с другой стороны. Вопрос в том, как мы видим эти истории. Ведь многие из нас не видят вообще ничего. То есть настолько закрыта возможность восприятия мира, настолько она замусорена какими-то наносными такими вещами, что мы не можем отделить плохое от хорошего, не можем увидеть смысл, понять смысл, не можем увидеть настоящее. Первый фестивальный день завершился показом художественного фильма «Дорога к дому». В центре истории – отец Александр, православный священник, житель провинциального городка. Его привычный уклад жизни нарушает мистический визит юной девушки. Желая ей помочь, он начинает расследование трагических событий. Фестиваль проходит при поддержке областного правительства, администрации Самары, президентского фонда культурных инициатив и Клуба почетных граждан Самарской области. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. Самарские крылья Советов станут частью исторического матча. А кубковую игру против Калининградской Балтики будет обслуживать женщина-главный арбитр Вера Опейкина. Событие развернется впервые на этой стадии кубка. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Назначены арбитры на матче четвертого тура группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России по футболу. Игру между Самарскими крыльями Советов и Калининградской Балтикой будет обслуживать Вера Опейкина. Она станет первой женщиной, которая выступит в качестве главного арбитра на этой стадии турнира. 23 августа судья уже работала на матче «Пути регионов» Кубка между Чертаново и Кировским «Динамо». Для крыльев это будет первый матч с женщиной-главным арбитром. Также неделю назад Опейкина стала первым за полтора года российским арбитром, получившим назначение на матч турнира под эгидой Уэфа. 26 сентября она рассудит женские сборные Армении и Казахстана в Лиге наций. Хоккеисты Тольяттинской «Лады» продолжают серию игр с набранными очками в КХЛ. Вот уже пять матчей подряд автозаводчане не проигрывают в основное время. Накануне «Лада» на выезде переиграла «Челябинский трактор». Хозяева нанесли в два с половиной раза больше бросков, но воплотить количество в качество не смогли. А вот гости воспользовались своими немногочисленными шансами. 2-1 победа «Лады». Старших товарищей поддержал и молодежный состав «Ладьи». В матче первенства «МХЛ» тольяттинцы встречались со снежными барсами в Казахстане. Уже в первом периоде гости сняли все вопросы о победителе матча, трижды поразив ворота хозяев. Затем команды дважды обменялись голами. В третьем периоде счет не изменился. 5-2 победа «Ладьи». Гандболистки «Тольяттинская» и «Лада» продолжают победную серию на старте «Суперлиги». В активе команды три победы подряд. В матче третьего тура «Тольяттинки» обыграли на выезде «Динамо Синару» из Волгограда. С первых минут гости вышли вперед и удерживали преимущество в 1-2 мяча. 31-29 победа «Лады». Уроженка «Тольятти» Диана Шнайдер сражается на теннисном турнире в Китае. В матче первого раунда она переиграла Клэр Лью из США. 6-1, 6-3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время Диана дважды подала на вылет, совершила две двойные ошибки и взяла шесть геймов на подачи соперницы. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской сообщает о том, что муниципальный театр «Камерная сцена» откроет 30-й сезон премьеры спектакля «Прошлым летом в Чулимске» по пьесе Александра Вампилова. Премьера состоится в субботу, 23 сентября в 18.00. Жанр спектакля театр обозначил как летнее наваждение. На сцене один день из жизни маленького таежного городка. Кипят страсти, все влюблены друг в друга. В этот фантастический летний день никто не хочет верить, что все пройдет и ничто более не повторится. Ни первая любовь, ни время, ни эпоха начала 70-х. Так анонсировали спектакль представители театра. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки рассказывает о том, кому положена выплата на ремонт жилого помещения. Она полагается инвалидам 1-й и 2-й групп, а также инвалидам, имеющим третью степень ограничения передвижения. Для получения выплаты в соцзащиту по месту жительства нужно предоставить заявление, паспорт и его копию, документ, подтверждающий инвалидность, подлинник и копию индивидуальной программы реабилитации СНИЛС. Размер выплаты составляет 30 тысяч рублей. Администрация Куйбышевского района Самары в Телеграм-канале сообщает, что самый эффективный способ профилактики гриппа – вакцинация. Пройти ее можно в любом прививочном пункте. На ресурсы раз в день обновляется информация о количестве вакцин. Прививка снижает риск опасных осложнений в случае встречи с инфекцией. В первую очередь вакцинация показана маленьким детям, лицам старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями с сердечно-сосудистой бронхолегочной эндокринной систем. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИСа, в нашем Телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон.